Гордость и трудовая слава Курагинского района. Так называлось торжественное мероприятие, прошедшее 8 июня в районном Доме культуры. На него приглашены были все, кто на протяжении многих лет работал в сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере района. Все те, кто создавал славное имя Курагинский район. Организаторами мероприятия было предусмотрено тесное общение ветеранов с подрастающим поколением продолжателями славных традиций, со школьниками из школ поселка. Активно работали еще задолго до начала торжества юные журналисты, занимающиеся в Центре дополнительного образования Курагинского района. Они участвовали в пресс-конференции ветеранов, узнали много интересного из истории района и о жизни конкретных, значительных личностей. Все, кто готовился принять участие в торжестве, могли сначала познакомиться с выставкой презентации «Курагинский район в делах и лицах». Сколько знакомых лиц на всех этих фотографиях. На них и те, кто руководил предприятиями и организациями, и те, кто добивался самых высоких намолотов, привесов, надоев, кто долгие годы воспитывал детей в школах и делал множество другой важной и полезной работы. Песня «Курагинский район в Курагинском районе» Когда я сюда приехал, здесь, грубо говоря, в этой отрасли было болото. Болото, в полном смысле слова, понимаете. И за буквально за какие-то 15 лет произошли очень большие изменения в лучшую сторону. То есть физическая культура стала массовой. Пошли массовые соревнования детские с выходом на кривые соревнования и так далее. Поднялся уровень преподавания физической культуры в общем образовательных школах. Поднялся престиж физической культуры. То есть были изменения, понимаете, очень большие, очень большие изменения. Знаете, в первую очередь я бы хотел отметить Чулымова Виктора Александровича. Мы с ним и партнеры, и соперники с ним, да, в хорошем смысле слова, понимаете, часто спорим и так далее. Но он у него тоже самое, очень большой вклад в развитие здоровой физической культуры. Образованный в 1924 году «Курагинский район» стал одним из крупнейших районов Красноярского края. Началось торжественное мероприятие с телевизионного фильма, рассказывающего о событиях разных лет и о славных тружениках района. Основой для которого стали материалы районных музеев и архива и, конечно, видеосъемки разных лет, которые снимали курагинские телевизионщики. Мне очень приятно сегодня открыть это наше мероприятие, увидеть те лица, которые сегодня присутствуют в этом зале. Участников мероприятия поприветствовали руководители района. Это и прошлое наши ветераны. Это и настоящее, которое сегодня несут на своих плечах те тяготы и доблести, и заслуги, и честь Курагинского района. Особенно приятно мне видеть молодежь с их горящими глазами, с желанием жить и быть гораздо, наверное, еще достойнее отцов и дедов, которые создали наш Курагинский район, сохраняют, и, наверное, мы отдадим его в хорошие руки. Курагинский район – один из крупных районов Красноярского края. История района богата делами, событиями, именами. И за каждым из них стоит большой профессиональный труд, самодача людей, создававших наш район. Вы – гордость и трудовая слава нашего Курагинского района. Торжественно внесены в зал знамена Российской Федерации, Красноярского края и Курагинского района. Продолжилось мероприятие выступлением председателя Курагинского районного совета депутатов Любови Заспа, которая постаралась в небольшом докладе рассказать о всех тех, кем гордится каждое село, и о том, какая лепта внесена каждой территорией в развитие района. В истории района вошло немало значимых событий, известных имен и нужных дел. И даже если начать отчет с 50-х, 60-х годов XX века, то этот период жизни и территории не местит в сегодняшний день. Так как в развитие становления района вложен труд многих жителей, посвятивших ему свои дела, а может быть и всю жизнь, людей, преданных родной земле. Выступление главы Курагинского района Владимира Дудченко было посвящено нашему будущему. Вся деятельность администрации в последнее время была направлена на отработку стратегии развития Курагинского района, так называемой программы 2030. В настоящее время мы уже проводим некоторые мероприятия в развитии данной концепции. В стратегии 2030 сформулирована главная миссия района, которая сведены все три кита, на которых исторически стоял, стоит и, я думаю, что будет стоять Курагинский район. Важным событием стало вручение знаков за заслуги перед Курагинским районом двум его жителям. Ирине Ефремовой, заместителю заведующего Ирбинским детским садом номер 2, и Юрию Курдюкову, врачу-педиатру Кашурниковской амбулатории. Мы надеемся, что наша деятельность приумножит трудовую славу Курагинского района. По окончании торжества прошел блиц-опрос участников мероприятия. «Живая история» – так назвали его организаторы. Ведь каждый из присутствующих мог рассказать очень многое об истории района, о времени его становления и о славных трудовых победах земляков, а еще о том, как все они стараются эту историю сохранить. А вы такая молодец, сегодня занимаетесь, и все ваши годы вы занимались военно-патриотическим воспитанием молодежи. Вот почему? Почему? Ну вообще у меня такой еще предмет истории общества знаний, может быть, это связывает. И не только военно-патриотическим воспитанием, но и вообще воспитанием любви, особенно к родине. Я очень хочу, чтобы наши выпускники, наши ученики любили наш Курагинский район, но, естественно, свой поселок Кожурниково. Очень красивый. Красивый поселок, да, очень красивый поселок. И, конечно, вот этим мы и занимаемся. Вы знаете, пожалуйста. И вот это все именно выносилось в тех газетных строках, которые мы получали. Ольга Петровна, наверное, у вас есть какие-то необыкновенные, может быть, воспоминания о людях, с которыми вам за вашу трудовой биографию приходилось общаться. Вот вспомните, пожалуйста. Конечно, я очень любила писать о людях села. Я всегда ими восхищалась. Это вот были такие работяги. Сейчас, к сожалению, о них очень мало пишут, начиная с центрального телевидения. Вы сами знаете, что сейчас наши звезды – это нас, Настя Волочкова, светские львицы и им подобное. Люди труда, доярки. Что доярки? Врачи, учителя сейчас исчезли с центрального телевидения. То же самое и газеты. Нас раньше так учили, что районная газета, она должна пахнуть силосом, молоком и потом. Я думаю, что сейчас настанут времена, когда все это вернется. Когда человек труда будет занимать первую полость газеты и терроризм. Те, кто многие годы прожил в районе, а часто и родился здесь, с удовольствием вспоминают молодые годы, которые пришлись на подъем, хозяйствование и расцвета многих наших сел и поселков. Особенно ярко запомнились конец 60-х, 70-х годов, когда вот село Шалоболино у нас. Здесь колхоз был, миллионер, строился, молодые семьи оставались, квартиры всем предоставляли. Село расцветало. И очень жаль, когда я служил в армии 25 лет. Приехал, и село стало стареть. Многие из ветеранов очень жалеют, что в трудные 90-е распались сельхозпредприятия, которые для многих сел были градообразующими и обеспечивали стабильность жизни сельчан. Село выглядит очень хорошо. За счет чего выглядит хорошо село? Какие там люди живут? Ну, село действительно у нас храм восстановили, детский садик. Ну, за счет инвестиций все же село расцветает потихоньку. У нас хороший женсовет, у нас администрация и староста села. Все это поднимают, организовывают людей. Выходим на субботники. Все это у нас, жизнь кипит. Построили сейчас хорошую спортивную площадку, которых нет в районе таких, что нам буквально вот ее закончили строить. Сейчас будет открытие. С удовольствием вспоминают ветераны труда время, когда они были молодыми специалистами. А рядом с ними были опытные наставники, и государство имело возможность поддерживать выпускников вузов и техникумов. Я родился здесь, в Курагино. Курагино – это мой, как моя малая родина. 37 лет в образовательной системе работаю. Когда молодые специалисты мы приходили на работу, устраивались, мы могли ожидать, что будем обеспечены жильем, по крайней мере. Это было так всегда. Я вот вспоминаю свои годы, я начинал в Иркутской области работать. Два месяца поработал, директор приходит. Александр Андреевич, идите, квартира вам. Затем, вернувшись на родину, домой, устроился в Рощинскую школу. То же самое. Два месяца не проработал. Александр Андреевич, идите, квартира. Это было здорово, когда могли молодые иметь свое жилье. А жилье и работа – это, я считаю, самое то, что сейчас необходимо. Мне вообще в жизни повезло, что вокруг меня, вот сколько я работаю, сколько здесь живу, замечательно окружают люди, у которых можно было чему-то поучиться, взять на вооружение и передавать своим детям в школе. Работая сегодня с молодежью, педагоги и ветераны жалеют о том, что нет мощных детских и молодежных организаций, таких, какими были Пионерия и Комсомолд. Но они стараются лучшие традиции сохранять и вести патриотическое воспитание среди учеников. Концерт творческих коллективов Курагинского района стал прекрасным подарком ветеранам. Тамара Сиротинина, много лет проработавшая в сфере культуры, помнит многие важные события в районе, во многих из которых работники сельских клубов принимали активное участие. Все события помнятся из прошлых лет. Я работник Дома культуры, я часто принимаю участие во всех районных мероприятиях, и все мероприятия районные, наших поселений я все помню, конечно. Я горжусь тем, что я живу в населенном пункте, где есть три героя Советского Союза. Это Щукин, Немков и орденоносец трех степеней Славы Калмаков. Я очень горжусь своим селом. Я горжусь, что живу в этом поселении. Я горжусь всем. Мой наставник был, это обезьянова Раиса Николаевна. Она была заведующая Курганчиковской библиотекой, и все свое, любовь к народу, любовь к работе, она мне это все передала. И на сегодняшний день я ей благодарна, что она вселила меня в то, что нужно всегда любить людей, и быть всегда. Она была орденоносцем, и сейчас ее нет, она умерла. И до сегодняшнего дня я ей благодарна, что она мне привела любовь к народу, к моей работе. С большой теплотой Тамара Петровна вспоминает тех, кто ей помог, когда она была молодым специалистом, и считает, что мероприятия, подобные прошедшему в районном Доме культуры, очень нужны. Нужно, чтобы на них встречались ветераны и молодежь. Нужно, чтобы наша молодежь училась на этих мероприятиях, чтобы они знали, что есть хорошее поколение, старшее, которое им может дать все. Научить, да? Научить их работать, трудиться, и самое главное, уважать старшее поколение и относиться к ним с уважением. Спасибо.